Матильда Матильда Целая фабрика была основана для того, чтобы сделать все эти костюмы вовремя, в срок и с хорошим качеством. Огромная работа по мотивам настоящих костюмов. Они, в общем, стали тоже уже произведением искусства. Почему мы эту выставку и решили сделать. Вся эта красота находится в Екатерининском дворце в Пушкине. Ведь Екатерининский дворец когда-то был летней резиденцией дома Романовых. И некоторые сцены из фильма Матильда режиссера Алексея Учителя снимались именно здесь. В дворце съемки происходили в тронном зале, в антикамерах. Снимали обычно ночью, потому что днем в музее очень много народу. Наблюдали за тем, чтобы все съемки производились безопасно для предметов, которые находятся в интерьерах, вазах, бронзовых часов. Все это охранялось. Сделились вот такие специальные маты на полы, чтобы ничего не повреждалось. Какие-то небольшие декорации возводились. Но окончательно, что и где осталось в фильме, мы увидим, когда он выйдет. Это платье, пальто и головной убор, сделанные для одной из сцен. В это время был очень известен и моден модельер Чарльз Ворд. Если вы посмотрите, в Metropolitan Museum выставлено пальто, которое им сшито, которое точно так же и декорировано. Мы решили его в некоторой степени повторить. Матильда Кшесинская была великой балериной. Она первой исполнила 32 фуэте. Известно, что она очень любила украшения. Ходят всяческие легенды о ее коллекции, бриллиантов, которые ей дарили поклонники, в том числе великие князья. В ее мемуарах достаточно скупо описывается ее костюм. Акцент делается в основном на украшения. Есть то, что они передают фотографии, то, что они передают мемуары. Чем-то же она пленяла огромное количество поклонников царской семьи в том числе. Всего для фильма было создано больше 7 тысяч предметов одежды. А 70 из них мы увидели. Узнали, как одевались люди во времена Николая II и Матильды Кшесинской, Лева Альбрехт и Олеся Андронова.